Обалдеть, какой разный Крым. Хотели поехать Ялту поснимать. Ну, похоже, поедем в Семис. Разница сколько километров? У вас 15? Да. Разница 15 километров. Здесь 18 градусов сейчас, а там 30. Разница 15 километров. 6 минут спустя. Здесь солнышко и дождя даже и намека не было. Я думаю, сюда дождь и не придет, потому что тучка в Ялте заблудилась, за горы зацепилась. Что-то терзает меня смутное сомнение, что эта тучка может меня и здесь нагнать. И, если честно, не ожидала я, что Семис увижу таким пустеньким. Я думала, здесь людей побольше. Сейчас спустимся к пляжу, посмотрим, что происходит там. Ой, устал дяденька, кажется. Татуи беленькие, кломбочки, провода тут делают, фонари. Ну, вообще, что-то туристов не вижу я. Где, куда идти, где тут? Я думала, это самое тусовочное место. Фонтан не работает. О, очки надо. Приходится снимать очки, когда снимаю видео, потому что, ну как, надо же, глаза в глаза, а, как говорится, контакт, зритель. Правильно? Некогда очень-очень популярный бар ежи. И, ну, давайте заглянем. Вроде бы там люди есть. Ну да, чуть-чуть людей сидит. А здесь я вижу. Там тоже есть. Не будем заходить, пока кушать не хочется. Обратите внимание, вот там на детскую площадку, видите, да? Вот весь Крым перестраивается сейчас, потому что больше ездят. Везде появляются зоны отдыха для семейных пар, для деток очень много площадок появляется. А вот дискотек и шумных баров все меньше и меньше становится, и они больше закрываются, потому что туристы жалуются на громкий звук, у них дети спят. Ну, я считаю, что это очень хорошая тенденция. И если к нам в Крым будет больше ехать семейных, почему бы нет? Сама такая уже теперь. И вообще, если посмотреть на программу движения нашей страны, материнские капиталы, все возможные там строительства детских садов, очень много людей сейчас размножается, как правильно сказать, обзаводится семьей. Ой, это сейчас мы одна в тренде, поэтому сейчас чем больше детей, тем лучше. Сейчас это все не так сложно, поэтому, конечно, семейных людей с туристами больше. Чуть-чуть верну с дороги сюда. Ой, какой вид, какой вид! Ладно, мы еще посмотрим вот на этот вид. Я увидела вот там еще одну детскую площадку, поэтому взгляну. Когда я ходила в садик, когда я училась в школе, у нас было очень много параллельных классов. По-моему, до буквы Е. А, Б, В, Г, Д, Е. А те, кто были на пять лет помладше, их было только А и Б классы. Ну, я к тому, что детей было меньше в какой-то период жизни нашей страны. Я не знаю, с чем это связано. А, это не детская площадка, это спортивная площадка. Тут даже вон спортсмены занимаются. Потом в какой-то момент все сады и школы за непригодностью во времена приватизации были перестроены там под торговые центры какие-то, склады, еще что-то. Сейчас все это возвращают назад, потому что детей снова становится много. Сады, школы нужны. У нас в Крыму очень много садиков школ строят. Как в ваших городах, расскажите, было бы интересно почитать. Вау! Я здесь не первый раз, но каждый раз в восторге от этих видов и красот. Много раз уже говорила, повторю еще раз. Здесь очень хороший лечебный воздух для ваших легких, потому что хвойный воздух смешивается с морским. То есть йод и фитонциды. И если у вас с легкими какие-то проблемы, тут все оздоравливается естественным образом. Ни одна ингаляция не сделает вам настолько мелкодисперсную лечебную смесь, которая есть здесь, на ЮБК, на южном берегу Крыма. Ой, я слышу, как люди там купаются. Надо будет спуститься вниз. О, друзья, вот он и открылся вид на стройку. На самом деле, очень много лет из семьи за зимой, особенно любители с той стороны СМИ, показывали набережную, которая каждую весну, там, к весне разбивалась. Аж шторм. На самом деле, что происходило? Здесь очень сильные волны бывают. И пляж разбивало прям, ну вот прямо вообще вот в хлам такие, знаете, прям рытвенные, обвалы, провалы. И все типа, вот, довели наш Крымушек. Типа даже пляж ужасный какой. И поэтому здесь сейчас идут масштабные берегоукрепляющие работы. На самом деле, очень масштабные. И часть денег пойдет еще на отсыпку здесь пляжа и на его благоустройство. Вот, все ждем, 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 потому что СМИ действительно уникальное место. Здесь любят останавливаться очень много звезд, очень много популярных личностей. Гора Кошка. Сейчас пройдем, посмотрим на нее. И я вот отсюда вижу, вот там вот люди купаются вот тут в кустах. Ну, и так не видно, но очень красивое, чистое сейчас море. Надо будет спуститься и посмотреть. И, конечно, все ждут, когда здесь вот этот берег укрепится, отсыпят большую набережную, и будет много места, и всем туристам будет хватать. А вот это сооружение для меня загадка. Вот что это за плавучий кран, и что он там делает. Может, кто-то знает, напишите, пожалуйста. Очень, очень мне интересно, на самом деле. Я сейчас гуглила, гуглила, я не знаю, зачем там плавучий кран. Вот в этом месте надо вот такие видосики снимать, типа Бам-бам-бам-бам-бам, ноги-ноги-ноги-ноги-ноги-ноги-ноги-ноги-ноги-ноги. Красота, да? Вот посмотрите, отсюда видно, какое прозрачное море. А что там делают водолазы? Ох, они эти водолазы. Что они там делают? Вау, ветер начинается. Похожий ялтинский циклон. Сюда движется или антициклон, непонятно. Очень красиво. Посмотрите, сколько тут вилл, домиков с видом на море. И на горы сразу. И все это в зелени утопает. Конечно, на западном берегу Крыма столько зелени не увидишь. А как поют цикады? Я, кстати, люблю песенки цикад. Ляпота. Ааа, посмотрите, как там красиво. Дикие места. Все, как я люблю. Камни и все дела. Ой, хочу на мостик попасть. Страшноватенько тут ходить так-то. Ааа, обрыв. Страшно красиво. Ааа, ааа, как у меня Мия делаю. Ой. О, мужик, ты жив? На этих камнях любят голые купаться. Вот, я вам говорю, серьезно. Куда ни посмотри, вот они тут вот устроили себе голопопые праздники. Вот тут. Я вам правда говорю? Ой, яхты какие красивые. А вон там далеко еще одна яхта. А я вот думаю... Смотрите, можно по ступенькам подняться, а можно вот тут по мостику пройти. Вот думаю сейчас, пройти или нет. Культур-мультур. Вот так шел, если что-то раз, выбросил. Прям вообще кожа, молодцы. О, вот так. А ты здесь что делаешь? Кого-то ты мне напоминаешь с этой челкой. Что-то кор какой-то вообще. От жары что ли? Такой. Потерянный. Так, вес до 100 килограмм. Нормально. Я как раз похудела. 300 рублей. А как мне туда попасть? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. О, люди купаются. Блин, только что люди ходили. Ветер, говорит, поднялся. Не пускают. А-а-а. Ну ладно. Не буду следу, что ли. Ну, я только люблю эти мостики. Все-таки как здесь красиво. А-а-а. Субтитры сделал DimaTorzok А, вон они собирают свой манат. Ну ладно. А мы тогда на пляж. Да оно и правильно. Оно и лучше. Хоть попку макнем в море. Пока сюда тот ялтинский антициклон не добрался. Вот вам лайфхак, ребята. Если где-то в Крыму дождь, отъедьте на 15 километров. И будет плюс 30. Возможно. Вот так, если поднимался, поднимался, вдруг устал. Присядь, спутник. Отдохни. С красивым видом. Да. Класс. Конечно. Ладно. Все, беру свои слова обратно. Люблю я ЮБК и Ялта. Хотя никогда не говорила обратно. Ой, где бы я в Крыму не находилась, в этом месте я всегда говорю, вот это мое самое любимое место. Вот теперь вот это мое самое любимое место. Короче, хорошо там, где я есть. Там, где мы есть, правильно? Неправильная была когда-то поговорка, хорошо там, где нас нет. Правильная, хорошо там, где мы есть, ребята. Ну, кайфую. Сейчас встретила ребят из Мурманска. Говорю, ну что, как в семье езди людей? Говорю, мне кажется, что мало. Они говорят, да, реально, мало. А, вон они, ребята. Реально, говорят, мы тут каждый год, и что-то в этом году маловато. Я, знаете, думаю, почему маловато. Потому что все знают, что вот там реконструкция идет, набережная. Ох, за травой не видно, а вот там эти экскаваторы. И, наверное, может быть, из-за этого сюда не так много людей едет. Я вот даже на пляже смотрю, не полотенчико к полотенчику, абсолютно комфортный пляж. Я сейчас даже вот спущусь, и ей-богу искупаюсь. Такая живописная здесь тропка. Спускаюсь. Я помню, я как-то по тому пляжу проходила. Вот тут через тоннельчик, и вот на этот пляж. А сейчас только вот этот кусочек остался, пляжа. Сверху, казалось, людей поменьше. Снизу в перспективе кажется вообще, а-а-а, муравейник. Ладно, беру свои слова обратно. Не так уж и мало тут людей. Туалет 25 рублей. А еще в Крыму есть одна фишка. Мы сейчас вернулись с западного Крыма. И вот Севастополь, особенно северная сторона, после шторма море перевернулось, и оно холодное. А здесь море теплое, как парное молоко. А бывает наоборот. На Юбыка море холодное, ледяное. Ну, в западном Крыму море теплое. Ну, посмотрите, какая прозрачная вода, несмотря на то, что очень много людей тут писает. Конечно, они писают в море. Не за 25 рублей же ходят. 25 рублей! Неужели нельзя сделать на пляжах туалеты бесплатными? Понятно же, куда люди ходить будут в таком случае. Ну что, пора ее макнуть уже. Ребята там на гитаре поют так миленько. И все, начинают оживать. Вон там кто-то что-то снимает. Люди набегают. Купила воды побольше, прям глотнула. Наконец-то. Прям так пить хотелось. Ну вот и все, друзья. Такой вот он Семииз. Как можете заметить, пик сезона, середина июля. Место есть даже на пляже. Я думаю, с жильем здесь тоже проблем нет. Почему-то странно. Заполнена Ялта и переполнен Севастополь. А в Семиизе место есть. Проверим еще другие городки, курорты нашего драгоценного Крыма. С душой и Семииза с вами была Алена Вардовская. Всем пока. Отправила бы воздушный поцелуй, но несу дорогую сердцу воду. Ой, совсем забыла попросить подписаться. Ведь впереди еще столько интересного вы себе не представляете. Жду всех в нашей команде.